Всех приветствую, уважаемые любители Пляжного Сукула. Начинаем прямую трансляцию матча Локомотив-Краснодар-Юме-Эр. Поверьте, нет, Галкипера не было. А сейчас, а сейчас полноценная работа. И я уже думал, что будет удар. Но нет, ох, какой перевод! И великолепная работа Галкипера, но не помогает это, чтобы отбиться от Локомотива. И 1-0 становится счет в матче Брэндоз. Забивает первый мяч в этой игре. Но пока ударом не угрожает. Чужим воротом Локомотив здорово перехватывает мяч и 2-0! Великолепно разыгрывает Брэндо и Филиппы. Но пока его все поздравляют, вот так вот разбираются вдвоем практически. Не стал брать мяч в руки и тихонечку переправляет мяч. Но нету нарушения правил. Удар 3-0! И кто это? Снова Брэндон? Нет, в этот раз отличился... Ну, Амадиус Виноградов. И, собственно говоря, ушли на перерыв, ведя. В счете 5-2. Смотрим за ударом через полторы. Пока ни одного Краснодар не пропустил. Но нужно забивать удар по воротам. И... Максим Марченко бьет! Попадает! Ну вот, Краснодар потихонечку нащупывает свою игру. Тайм-аут явно пошел на пользу им. Максим Марченко... Ну что, будет его кто-то прессинговать? Или снова дадут пробить? Бить, да, и снова он бьет, и снова это опасно! Максим Долгополов в этом эпизоде не без труда, но справляется. Не знаю, кстати говоря, он будет бить-то. Нет, пока не рискует. Хотя два удара у него просто бронебойные были. Ну вот, снова отбор. И локомотив не попадает. Это Мадиус Винограда. 4-1. Разбег серьезный. Удар. Штанга! Ух, это было близко как! В другую сторону Максим Марченко прыгнул. Встанавливает его Краснодар. Там какое-то падение. И момент 3-2! Становится счет в игре. Михаил Самусевич. Интересное такое празднование. К предыдущему сопернику удар поворотом. Сегодня сыграют, не знаю, кто выиграет, но, может быть, 12 мячей мы увидим в исполнении одной из команд. Тайм-аут. Нет, не тайм-аут. Пауза нужна, потому что Максим Долгополов... Момент, удар. И 3-3 становится счет в игре. Да, неожиданно. Филиппиньо забивает третий мяч. Вот так вот. Обненный первый период. 3-3. Перевод направо. И что? Удар через себя будет. Да, вот оно. Даже с общего плана было видно, что в спину мяч попал. А здесь какое завершение! Мяч в воротах? Наверное, что да. Радость футболистов локомотива есть. Ну и пускай не в первые полторы минуты, но мяч в воротах оказывается. И вот Максим Марченко в первом периоде сумел отличиться. Удар поворотом, но заблокирован мяч. И попытка дальше продвинуться. Александра мяч прилетает. Вот он и первый удар. Еще одна попытка. Вроде бы никто не встречает. Ну, вряд ли. Удар закончился, судя по всему, второй период. Сергей Рябинин. Хорошая передача. Ну, сложен тут будет. Александра Емельянова. Угол обстрела как сократил. Александр, но не помогло. Это забивает Матеус и делает счет. Положен. Тогда не получилось забить. Ох, бэм. И хорошее забегание. Удар в дальний угол. Штанга. И эпизод закончен. У меня сейчас забирает. Еще один эпизод. Удар поворотом. Гооооооооал. 5-4. И кто это? Брендо, я так понимаю, забивает. Нет, Филипп из центра поля начинает. Удар поворотом. Ну, не сказать, что прям вот на постоянной основе. Большой специалист. Но надеюсь, что все-таки с вашей помощью смогу вас радовать. Не с одной и с другой стороны. И шестой мяч забивает Чужие ворота Ворота Амадиус Виноградов Делает счет 6-4 Но Краснодар пытается отвечать своими атаками И вот она Сохраняет Филиппа его Низбоковой быстренько ввел И заканчивается эта игра 6-4 Победа Локомотива